Спасибо, Анжела Александровна. Для чего нужен этот инструмент управления? У нас с вами на повестке Центр управления регионом. Зачем он вообще нужен? Откуда он взялся? На самом деле тема очень простая. Взаимодействие с населением, управление, государством, как и любая другая абсолютно управленческая система, не может работать без обратной связи. К сожалению, государство есть не совсем хорошее, но форма управления людьми, лучше которой, к сожалению, еще не придумано. Бюрократия – это основа любого государства. Как бы плохо это ни звучало, без этого ничего другого в истории человечества не придумали. Поэтому основа любого государства – это бюрократия, а бюрократия может быть только тогда эффективной, когда она создает либо внешнюю, либо внутреннюю конкуренцию. То есть никто принцип конкуренции никогда не отменял. Для того, чтобы было развитие, должна быть конкуренция. Значит, если система закрытая, значит, например, атомная промышленность, там конкуренция может быть только внутренней. И внутри каждой системы должны формироваться новые идеи, новые мнения, и самые сильные из них выигрывают. Значит, если система как государство общается на международном фронте, то технологии, люди, материалы, ресурсы являются предметом технологий дальнейшего роста и так далее. Значит, у нас с вами в задачке, я так понимаю, у нас кафедры частное торгово-финансовое право, а также системный анализ международным бизнесом. Значит, вам в любом случае, в любой деятельности, о которой мы говорим, нужно будет на том, в той свете деятельности, в которой вы будете работать, сформировать некую обратную связь к тому процессу, которым вы управляете. И чем более объективна будет эта обратная связь, тем более точнее вы будете принимать управленческие решения. Ни для кого иллюзий нету, 100% правильных управленческих решений не бывает. То есть, если управленец принимает 70% правильных управленческих решений, это уже хорошо, это значит хороший управленец. Потому что всегда меняются внешние, внутренние факторы и так далее. Значит, ну, если мы говорим там про торговлю, например, есть такой инструмент, как маркетинг, да? То есть, мы прощупываем постоянно рынок, зондируем его, значит, вбрасываем туда те или иные воздействия, получаем обратную связь, смотрим, какая продукция наиболее востребована в сегодняшний момент, значит, и, соответственно, перестраиваем всю его производство, начиная с инвестиций, ну, начиная с проектов, инвестиций, соответственно, капиталов, продукции и так далее. Все это по новой петля закручивается. Значит, центр управления региона – это точно такой же механизм очень четкого оперативного маркетинга по отношению к населению, к нашим людям. Значит, здесь реализованы три принципа очень важных. Все знаю, быстро решаю и не допускаю. То есть, для чего, как государство может быть стабильно развиваться, если в нем больше 60% населения довольно сложившейся ситуации. Идеальных государств тоже нету, значит, и люди не надо строить. Но если 60% людей довольны государственной системой управления, государство сильное, значит, может опираться на своих людей. Значит, поэтому было принято решение следующее. Вот есть много цепочек, по которым люди обращаются к власти, когда им что-то не устраивают, чего-то не хватает от этой жизни. Значит, это обращение граждан. У нас есть закон, ну, по крайней мере, в Российской Федерации есть 59-й закон, по которому жестко каждый чиновник должен в течение определенного срока и по определенным параметрам ответить заявителю. Значит, есть сайты, есть электронная почта, есть сейчас, ну, раньше были до последнего момента, пока мы прервали свои отношения с компанией Метро, значит, социальные сети, Инстаграм, Фейсбук и так далее, ВКонтакте есть, Мейл.ру и так далее. Значит, вот из всего этого собрать оперативную информацию очень тяжело, потому что есть определенный средств людей, которые не умеют пользоваться IT-системой. Есть, наоборот, определенный средств молодежи, кто не хочет пользоваться бумагой. Поэтому, значит, вот в центре управления регионом собираются все источники. Первый большой блок – это так называемая система добродел. Это обычное мобильное приложение, в котором все обращения к власти стандартизованы по темам, по признакам, по срокам решений и так далее. Человек установил у себя мобильное приложение, вам все это потом подробно покажут, здесь мы про базовые принципы говорим. Наживает у себя кнопку, значит, отправляет в власть свои предложения, не только жалобы, жалобы, значит, какие-то мнения. Соответственно, мы их учитываем, рассматриваем и решаем. Также сюда попадает все, что касается письменного обращения граждан. Оно оцифровывается на входе, складывается и тоже здесь учитывается в системе. И также есть отдельная система, называется она «Инцидент», которая собирает данные по определенному алгоритму со всех социальных сетей. То есть, если мы, например, говорим о тему отходов, все сообщения в социальных сетях с тегами «отходы», «мусор», «свалка» и так далее собираются этой системой на автомате. Потом анализируется, есть ли там проблема или нет. Если проблема есть, она попадает сюда, в центр управления регионом. Таким образом, все источники, по которым власть может общаться с жителями, сегодня работают параллельно, но все собраны в одном месте. Это первый блок вопросов. Включая, подчеркиваю, социальные сети, что немаловажно. И включая участников политического поля, которые, в принципе, к органам власти не имеют прямого отношения, но, тем не менее, очень сильно влияют на политику. Например, у нас есть такое образование, которое появилось в 2005 году в Российской Федерации, называется «управляющая организация». То есть, квартирными домами управляют либо частные, либо государственные управляющие организации, либо смешанные формы собственности. Формально они к государству могут иметь никакого отношения вообще. Но! Наши данные показывают, что 60% жалоб, попадающих сюда, по всем абсолютным сферам, касается деятельности управляющих организаций. А значит, деятельность управляющих организаций носит не просто экономическую, а политическую окраску, потому что прямую влияет на удовлетворение населения. А у нас, соответственно, вертикаль, которую мы здесь с вами обсуждаем, она точно так же продолжается на федеральный уровень, на уровень администрации президента. Потому что есть критерии оценки высших должностных лиц, так называемых ВДЛ. Значит, где 50% оценки деятельности каждого руководителя субъекта оценивается, исходя от удовлетворенности населения. Человек просто задает вопрос, вы удовлетворены сферой ЖКХ, вы удовлетворены сферой социального обеспечения, вы удовлетворены сферой транспорта. Человек просто эмоционально отвечает, но услышит, это 50% рейтинга. Поэтому управляющие компании, независимо от формы собственности, тоже подключены сюда. Более того, для них установлен самый жесткий регламент, что если у них там разбиты к ним обращения на три регламентных срока, день, три дня и восемь дней, в зависимости от сложившихся проблем, когда они обязаны решить. Значит, крупные сетевые компании, тоже формально, мы к ним не относимся, они к нам не относятся, но мы знаем, что у нас Россети обеспечивают электроснабжение 70% населения Московской области, они также подключены сюда. Значит, тоже напрямую, их рабочие места подключены к ЦУРу, и точно так же они рассматривают, отвечают на жалобы или собирают и анализируют предложения. Почему я все время хочу сказать, что это не просто машина жалоб, это машины предложений. Все, что касается благоустройства, дворов, парков, значит, развития электроссетевого хозяйства, мы проводим вопросы, жителей спрашиваем в режиме голосования, и отсюда выбираем наш приоритет. Например, по дорогам, у нас 50% дорог определяют чиновники, мы самые плохие, исходя из инструментального отбора, 50% – самые жители, то есть самые востребованные дороги. Аналогичная ситуация у нас по дворам, аналогичная ситуация у нас по благоустройству общественных территорий. Вы знаете, у нас сейчас гигантский президентский проект есть, комфортная среда, только в этом году у нас 60 территорий будет благоустроено по новому современному стандарту, красивому, с деревом, с перголом и так далее. И все это в рамках общего концепта благоустройства и так далее. Сюда также подключены региональные операторы по обращению с отходами. Тоже, в принципе, коммерческие организации, к власти не имеющие никакого отношения. Да, мы им даем меры поддержки, но в принципе, мы самостоятельные юридические лица. Сюда подключены все ресурсники. У нас нет монополия на поставке ресурсов в виде воды и тепла. У нас 2600 на территории Московской области регулируемых организаций по воде, типа канализации, соответственно, они тоже подключены все сюда. Это первый блок, все знаем. То есть все обращения жителей с любой точки зрения, они попадают сюда. И мы понимаем так называемую тепловую карту. Коллеги, если будет удобно, можете по любой теме открыть тепловую карту, показать, о чем идет речь. То есть я визуально, вот, видите, я визуально, даже я не знаю, какая это тема, но если это тема ЖКХ, значит я вижу, что у меня два муниципалитета находятся в красной зоне. Видите, как визуально это удобно. То есть я даже не буду смотреть муниципалитеты зеленой зоны. Там все хорошо. Я не буду тратить время своего чиновника управляться на зеленые зоны. Там все хорошо. Я разберусь в красной зоне. Если у меня будет время, после трех красных зон, я разберусь желтыми зонами. Соответственно, здесь вот категории, которые вызывают наибольшую проблему жителей. Вот мусор, потому что сошел снег, у нас очень много мусора появилось на газонах, на общественных территориях, но мы видим динамика зеленая, и он начал падать. Дворовой территории пока еще не начал падать. Соответственно, ну и так дальше. Все, что увидим, дальше идет по категориям. Это все знаем. Теперь как? Быстро решаем. Каждая из задач, которая сюда поступает, может провалиться в любое абсолютное обращение. Мы покажем. Существует алгоритм ее решения. Если у нас не работает лампочка в подъезде, в сутки должно быть это устранено. Значит, если у нас какие-то отломанные элементы конструктивные, трое суток, ряд задач 8 суток. Здесь же мы контролируем исполнение. Все исполнители, которые я перечислил в предыдущем разделе, точно так же здесь закрывают. Открывайте, пожалуйста, любую из жалоб. Перейдите там в Доброделы или куда-то еще, чтобы можно было видеть, как они закрывают. Закрытую любую. Возьмите, покажите. Пока открывается, значит, чтобы мы не теряли время. То есть исполнитель отработал эту жалобу, соответственно, подвесил оцифрованный отчет о своей деятельности. То есть это либо котельная площадка, либо включенная лампочка, либо по правильному борьеру. Вы можете сказать, мы занимаемся международными отношениями, экономика, зачем вообще нам это надо? Вот принципы управления абсолютно одинаковые везде. Если у вас такая тепловая карта будет по любому тому виду деятельности, которыми вы будете заниматься, здесь ничего сложного нет. Здесь вообще нет никаких САПов, никаких безумных информационных систем. Это все написано в открытом коде программы, вообще сделано в системе RedMine, бесплатной. Так что понимать, да? Тут нет никаких айтишных чудес, которые стоят миллиарды или миллионы долларов. Ничего этого нет. Ну вот, пожалуйста, житель пишет, у него рядом с контейнером валяется какой-то мусор. Это, в принципе, для нас это нормально. Значит, уборщик... Откроете, откроете, нормальная фотка. Там видно, что собраны... Видно, делали обрезку деревьев. Первую фотку откройте. Проблема, видите? Делали обрезку деревьев, где-то дверь поменяли, все это сложили, не очень красиво, соответственно, жителям это не нравится. И контейнер для раздельного сбора, у нас только сухой сбор. Житель пишет, что он переполненный. Соответственно... Следующий фотку дайте. Да, решение. Значит, видите, контейнер уже вывезли, но его быстро заполняют. Я обычно почему скажу, почему оно для нас так важно. Соответственно, ветки убрали, все увезли. Вот. Понимаете, мы можем, как руководители, каждый день с каждой из этих проблем не заниматься. Должна работать система. Она и работает. То есть в каждом муниципалитете созданы такие мини-цуры, муниципальные цуры, где на своем уровне не решают проблемы. Вот смотрите, синий контейнер. Казалось бы, ну что в этом такого сложного? Почему для нас так важно, чтобы синий контейнер был, и почему вывозил? Сюда складывается только сухой мусор. Практически 100% отходов из этого синего контейнера, в связи с того, что там нет пищевки и органики, может быть переработано. Благодаря внедрению системы раздельного сбора в Московскую область, у нас почти 90% сейчас охвачена территорией системой, мы 4 миллиона тонн отходов не захоронили. Вдумайтесь в эту цифру. Это вот если вы сейчас поставите грузовые вагоны от Москвы до Омска на всю протяжение, это вот все, что не попало в землю, только благодаря тому, что появились синий контейнер, появились комплексы переработки отходов, которым очень просто отходы из таких контейнеров разбирать. Это чисто управленческое решение, которое решает колоссальную экологическую проблему, колоссальную социальную проблему. Вы знаете, у нас были мусорные бунты, потому что мы же не только за свои отходы отвечаем, мы отвечаем за отходы субъекта соседнего города-героя Москвы, столицы нашей Родины. И мы выстроили систему, которая сегодня идеально работает в интересах двух субъектов, не создает людям проблем, не создает проблем экологии. Конечно, это серьезнейшая информационная работа была, чтобы синий контейнер появился. Все сомневались, да вы опять все будете валить в один мусоровоз. Да ну ладно, что вы власть где? Сейчас синий мусоровоз, синий контейнер, 4 миллиона тонн. Все оцифровано. У нас, кто интересно, запишите, есть такой сайт, два бака РФ. Значит, там в онлайн-режиме работает калькулятор, который подключен ко всем нашим КПО и считает, сколько каких фракций полезных было извлечено из тех отходов, которые формируют жители. Вот серый контейнер дает нам максимум 10% вторички, потому что все испорчено органикой. Разбирая, насколько можно, холостов остается очень много, их приходится захоранить. Вот. Поэтому, значит, быстро решаемо то, что каждая задача, каждая задача оцифрована, по ней есть мини-дорожная карта, есть сроки. И мы следим, чтобы эти сроки жестко соблюдать. Теперь не допускаем. Третий блок вопросов, он самый важный. Значит, все, я не знаю, кто не знает, я повторюсь, но кто знает, не буду, ничего страшного, минуту займет. Значит, все знают бизнес-историю, которую в любую бизнес-школе учат. Значит, в Африке была огромная проблема, Adidas, Nike начали размещать на фабрике производства кроссовок. Значит, была огромная проблема, что из-за тотемных, внутренних, внешних связей и так далее, было количество воровства готовой продукции больше 50%. И компании не знали, как ими бороться. Они тратили безумные деньги, сотни миллионов долларов в год, значит, на безопасность, на контроль, на все что угодно, значит, для того, чтобы прекратить воровство там на предприятии. Но это было сделать бесполезно, потому что все практически родные люди, значит, и в безопасности, и везде колоссальные убытки от кражи были. Соответственно, пригласили одного бизнес-специалиста, который раскручивает такие задачки. Оплатили ему джет, значит, заплатили ему деньги. Он сделал одно очень простое предложение, значит, которое позволило практически сократить в 10 раз службу безопасности, тем не менее, полностью решить вопрос с воровством. Кто знает ответ, как было сделано? Пожалуйста, как вызовут он? То есть, Левый отдельно, второй. Правильно, абсолютно, то есть, абсолютно правильно. То есть, было придумано так называемое умное решение. То есть, в одной стране, где одни родственники выпускают левый кроссовок, в другой стране правый. Соответственно, между странами, так как там имеется кровное противоречие, никаких взаимодействий быть не может, соответственно, сразу кражи сократились в десятки раз, потому что, соответственно, два левых никому воровать неинтересно. Вот. Значит, я, кстати, не знаю, было это на самом деле или нет, может быть, бизнес-байк, ничего страшного в этом нету. Это говорит о том, что должны быть просто умные решения. Так вот здесь, значит, мы по каждой задачке пытаемся найти то решение, которое, значит, позволит нам не допускать в принципе жалоб. Ну, например, у нас была проблема, что у нас полигоны источали неприятные запахи. Люди от этого страдали, люди мучились, дороги перекрывали. Значит, понятно, что просто от того, что мы писали людям, что мы приняли вашу жалобу, мы придумываем, что-то еще делаем, значит, мы задачку не решали. Значит, придумали, был придуман технологий, при которой те полигоны, которые стоят в ожидании рекультивации, а мы сейчас также к президентскому проекту занимаемся рекультивацией полигонов, оснащаются системой дегазации, которая, соответственно, позволяет все те органические газы, которые есть, сжечь в безопасные вещества и снять эту проблему. Сейчас жалоб по этому тему практически нету, единичные. Значит, вот вопрос с вывозом отходов. Мы, когда переходили на новую систему, это можно очень долго рассказывать, но это чисто бизнес-история. У нас было разделено сбор отходов, их утилизация, переработка. И никто не хотел вкладывать деньги, собственно говоря, в переработку по одной простой причине, потому что не было никакой гарантии, что тебе привезут мусор. А те, кто возили мусор, за копейки его брали, куда-то там прикапывали, делали незаконные свалки, незаконные помойки, все были счастливы, только же население и природа страдала. Значит, мы перешли на новую систему, у нас появились так называемые рекоператоры, то есть организации, которая отвечает за весь цикл от сбора до утилизации отходов. Все это белые, четкие договора, в электронной системе электронный талон, где учитывается все массы, всех мусоровозов, всех комплексов переработки отходов и так далее. Но это длинная тема, если хотите, вам ему ее расскажут, это не на час даже, это гораздо больше. Так вот, у нас была проблема с тем, что у нас рекоператоры, когда входили на рынок, был, во-первых, саботаж со стороны старых водщиков, во-вторых, с тем, что очень сложно было особенно в застройке, с парковками, со всем остальным организовывать маршруты вывозящей техники. Причем, я показал двух видов техники. Синий и серый мусоровоз, который забирает синий и серый контейнер. И мы поняли, что если мы не найдем механизм, как умно это делать, значит, мы будем постоянно получать жалобы по вывозу отходов. Значит, первое, что было умно сделано, у нас были оцифрованы все контейнерные площадки. Это не стоило никаких денег, это просто в рамках работы муниципалитетов было сделано. Все они были сложены в систему и были составлены маршруты с трехчасовыми графиками таким образом, что мусоровоз, приезжая на контейнерную площадку, делает фотографию до, собирает мусор, мусоровоз делает фотографию после и уезжает. И мы, по крайней мере, в онлайн-режиме, вот сейчас, здесь на слайде сейчас 4 часа, почти 16 часов, видно, сколько на сегодня уже выезли. То, что сейчас красное, это никого не должно пугать, потому что на 21.00 это все тоже станет красным, как и предыдущий, ой, станет зеленым, как и предыдущий, собственно говоря, зеленый день. Вот. То есть, вложив правильный бизнес-механизм вывоз отходов, мы не допустили образования новых жалоб. Значит, также мы поняли, что, например, у нас самая сложная проблема в жилых кварталах по вывозу отходов, это запаркованность. Значит, и сколько мы не ругали водителей мусоровозов, рекоператоров и так далее, если машина стоит вплотную к контейнерной площадке, вывезти оттуда мусор невозможно. Посидели, подумали, приняли нормативное решение, что мы технику, которая мешает проезду, опять же, через мобильное приложение штрафуем. Значит, народный инспектор у нас такой есть, причем эти штрафы делают не только чиновники, но и любой человек, любой житель, который зарегистрирован, может установить себе мобильное приложение. Если он видит, что машина стоит на газоне или мешает варковке, фотографирует, на автомате проходит сверка с государственной инспекцией безопасности дорожного движения, получаются паспортные данные владельца, ему вставляется штраф, а мы, соответственно, такую машину, если она мешает парковке, не эвакуируем, подчеркиваем, потому что эвакуация, это сложная процедура, нормативная, а просто переставляем в другое место. Расходы наши на перемещение компенсируют за счет штрафов. Человек, который полдня поищет свою машину, даже в этом же квартале, он больше никогда его около контейной площадки не поставит. Вот. И по каждому такому направлению, ну вот смотрите, например, сейчас мы разбирались с освещением, вы знаете, у нас осень и самые дни становятся короче, значит, резко растут жалобы по освещению. Значит, вот разбираясь сейчас с Ревутовым, там, как обычно, у нас с вами работали по освещению две бригады. Значит, работали рабочие дети, то есть там с 9 до 18 часов, до 19, может. Вот. И мы имели определенный объем жалоб. Значит, после того, как мы посмотрели эту ситуацию, предложили главой, ты набери еще одну бригаду, выпусти ее в ночную смену. Значит, все фонари уже горят 100%, не надо отдельно включать, выключать. Да, ты будешь платить небольшие, сверхурочные людям, которые работают в ночную смену, но первая неделя показала 26 неработающих фонарей, которые, соответственно, люди бы завтра написали как жалобу. Устранили, изначально исключили появление жалоб. Но это опять же там, где у нас нет концессии, где нет автоматического управления светом, автоматического контроля, мы тоже к этому идем. Я сейчас говорю про обычное освещение, которое еще этими всеми чудесами не оснащено. Вот, поэтому по каждой такой задачке может появиться, должен появиться механизм. Не допускаю, и что очень важно, почему Димок просил нас здесь это показать, потому что это применимо абсолютно для любой сферы теоретической деятельности. Вот такой же дашборд точно то же самое в том или ином виде есть там в управлении атомной станции. То есть у него 1100 датчиков системы Сатурн контролирует параметры, значит, по обратной связи понимает, то есть дал воздействие в реактор, получил, соответственно, обратное воздействие на датчик, который отконтролирует, так процесс идет или не так. Вот. То же самое в торговой, то же самое и в бизнесе. Значит, вбрасываете воздействие, смотрите его реакции. Первый шаг, второй шаг, после 10 таких воздействий понимаете общий тренд, значит, вырабатываете быстрое решение, после этого анализируете, как не допускать, ну или в случае бизнеса наоборот, допускать, увеличить нам объем продаваемых товаров, услуг там и так далее. Поэтому я вводную часть закончил, абсолютно универсальный инструмент, абсолютно. Сейчас он смоделирован во всех регионах Российской Федерации на уровне правительства Российской Федерации и все пользуются в том или ином виде. Значит, и, конечно, он может быть применим для любой сферы. Желаю вам интересную следующую лекцию, Владимира Евгеньевича, которая вам уже нырмет, покажет, например, не переживайте и не будьте настроены тем, что он показывает, например, из ЖКХ. Ничего страшного, это все универсально. Просто, так как у нас кастер создавался, как развитие городов, и мы поняли, что то же самое, кстати, поняли, что невозможно сейчас просто заниматься планируемой инженерных сетей в новых современных городах. Мы должны сначала понять, где будет зона рекреации, где у нас будет объект по обращению с отходами, где у нас будут школы, как ко всему этому сейчас делать велодорожки и только потом понимать, как под этим либо ремонтировать, либо прокладывать новые сети. Вот это смысл работы нашей кафедры. То есть мы выводим специалистов, которые не в узкой сфере приходят и говорят, что я знаю, как котельные построены. Таких специалистов много. Я знаю, как трубу положить, таких специалистов тоже много. А задача все это увязать и сделать с минимальными деньгами, вот это то, что учат на нашей кафедре. Я в свое время был в хорошем смысле зажжен лекцией Блумберга, мэра Нью-Йорка, который сказал, как раз они боролись с преступлением. Вот умное решение, пожалуйста. Я тоже о нем неоднократно говорил. То есть есть две кривые. В Лос-Анджелесе постоянно растет количество полицейских и постоянно растет преступность. Ничего не меняется. В Нью-Йорке было то же самое, ну, до последних событий. Значит, они проанализировали и поняли, что у них огромное количество брошенных помзон, значит, объектов недвижимости и так далее. Они сказали, мы все эти объекты превратим в парки. Раз. Второе, мы эти все объекты осветим, сделаем там освещение и сделаем места для нормального здорового отдыха. Воркауты, детские площадки и так далее. Ну, там еще отдельно они разбираются с метро. Тоже не буду сейчас об этом говорить, ты можешь почитать, в интернете это везде есть. Метро, значит, как они его приводили в порядок. Смысл в том, что в Нью-Йорке количество полицейских стационарно, а преступность начала очень сильно падать. То есть, и в 11-м, и в 13-м, и в 17-м, по-моему, в 14-м году были зарегистрированы дни, вдумайтесь, когда в Нью-Йорке не было совершено в Нью-Йорке ни одного тяжкого преступления. Потому что Блумберг понял, что это то, что решает процесс недопущения преступности. А Лос-Анджелес, город классово-экономической прочей сегрегации, он, соответственно, эту задачу решить не может, потому что действительно очень серьезный разрыв между благосостоянием, и нет того, что может выровнять эту ситуацию. Я думаю, что они тоже это найдут. Вы посмотрите, по какому пути пошла Москва. Значит, абсолютно аналогичная ситуация. Все, чем всем занимается для визуаля, там огромный процесс ведут, это парки, сразу рост туристов, значит, музеон, парк Горького. Мы занимаемся абсолютно тем же самым. Мы поняли, что самый эффективный способ борьбы с преступностью, это современные, развитые зоны для отдыха. То есть, чем будет больше нормальных пляжей, освещенных, то есть, когда свет и преступность, для нормального человека все понятно, есть взаимосвязь, если темно, возникновение преступлений. Если становится государственной политикой, это является той мерой, которая борется с преступностью. Плюс камеры, плюс умные камеры, я здесь еще не показывал, я скажу, им будто бы покажут, умный контроль за контейнерными площадками, если все по системе хорошо, но при этом кто-то скинул мусор, умные камеры анализируют это в цифровом виде, находят там простая нейронная сеть, стоит, которая увидит переполнение или просто мусор рядом, соответственно, дает сигнал на вывоз. Это не везде реализовано, только по самым проблемным точкам, где проездные площадки, тем не менее, это работает. Поэтому вникайте, тема очень интересная, я надеюсь, что она будет, что называется, использована в дальнейшей работе в том или ином виде. Ну и, собственно говоря, хорошего учебного года. Спасибо.